Здравия всем дорогие друзья, в данном ролике мы поговорим о кладбищах, ну и в частности о его хозяине. В любом пространстве есть свой хозяин, в доме это домовой, в лесу леший, в пруду водяной. Есть свой хозяин и на кладбище, и имен у него много. Эта фигура окутана мраком, неизвестности, но люди знают, приходить на кладбище без подарка для его владыки не следует. Что же с собой представляет хозяин кладбища и как наладить с ним отношения? Множество имен, одна сущность, хозяин кладбища, это и Грегор, возникший в результате скопления огромного количества энергии, выбрасывающийся в мир после смерти каждого человека. Слезы, тоска, живых по умершему, отчаяние из-за потери близкого, мощные факторы, поддерживающие существование начальника кладбища. Как именно к нему обращаться при необходимости зависит от культуры того народа, о захоронении которого идет речь. Даже у славян имя данной сущности может звучать по-разному. Он известен как погосник, батюшка погосный, царь кладбища, царь смерти, царь смертей, кощей, гостяной, батя, хозяюшка, батька или просто хозяин погоста кладбища. Любой из этих имен указывает на сущность, обитающую на кладбище. Важно понимать, и Грегор один, а весь мир, но каждый погост имеет собственного владыку, с лишь ему присущим характером и повадками. У хозяина также есть вторая личина, хозяйка или черная вдова. Она его женская ипостась. У сущности вообще нет пола, при этом хозяин-хозяйка одновременно и целая, и две разные части. Обращаться нужно к духу, более симпатичному, конкретному человеку. Но общение будет происходить все с тем же Грегором кладбища, который проявляется или как хозяин, или как хозяйка. Где искать хозяина кладбища? Есть мнение, что властелин погоста это своеобразное хранилище душ всех умерших, начиная с первого покойника на кладбище. Согласно второй версии, хозяином считается тот человек, гроб которого последним переехал в место вечного захоронения. В последнем случае титул передается от одного покойника к другому, а значит хозяин у кладбища регулярно меняется. Обе идеи считаются несостоятельными с точки зрения серьезных ведунов. Они полагают, что владыка погоста дух, занимающий гораздо более высокое место в иерархии, чем все покойники с их душами вместе взятые. Опять же, хозяин объединяет все энергии смерти, но при этом царит над ними, и Грегор, как он есть. Тем не менее, и опытные маги, и лишь балующиеся новички знают, что искать царя нужно самой древней могилой, которая дала начало развитию кладбища. Конечно, хозяин не сидит на месте и при желании может путешествовать, осматривая свои владения. Но все равно он больше любит старую часть погоста, предпочитая обитать именно в ней. Если хочется найти эту сущность, не стоит сразу устремляться к давно заброшенным могилам. Дух ценит вежливость, поэтому оказавшись у врат кладбища, необходимо постучаться. Следует почтительно поприветствовать владыку и попросить разрешения войти. Если никаких препятствующих знаков нет, деревья не падают, а птицы не пытаются выклевать глаза, можно заходить. Хозяин ждет. Общение с данной сущностью может быть разным. Необходимо просто довериться интуиции, сущность приведет своего гостя прямо к себе. Конечно, сопровождать человека будут незримые стражи, помогающие хозяину следить за порядком. Как правило, хозяин показывается всегда сам, если сочтет это необходимым. Чаще всего это происходит в процессе выполнения какого-либо ритуала. Просить и умолять о том, чтобы погостник показался, долго не приходится. Вопросы в другом. Насколько человек сам готов увидеть того, кого он призывает? Что нести хозяину кладбища? Начинать общение с духом следует с подношений. Хозяин кладбища оценит следующие сюрпризы. Коньяк, водку, мед, говядину или свинину с кровью, фарш или сукровицу с него, яйца, свежий хлеб, сахар, конфеты, острый красный перец, табак, ваниль, зажженные свечи. Можно смешивать дары. Царю смерти точно понравится хлебный мякиш, щедро посыпанный сахаром или политый медом. Все перечисленные продукты являются общепринятыми, но это не значит того, что вы не можете принести какой-то другой продукт в виде подношения. В некоторых традициях, обращаясь за помощью, нужно не забыть трижды хозяину поклониться до земли, а уж потом излагать свою просьбу. Прежде чем войти на территорию его владений, нужно постучать, мысленно попросить разрешения войти на кладбище. Оставлять подношение нужно на могиле, которой человек и привел хозяин. При этом рекомендуется сказать «Дар владыка от меня прими, себе на благо, мне на радость». После обращения можно оставить дары, а уж потом обращаться с вопросами или за помощью. Важное условие – нельзя бояться или пытаться выслужиться перед духом. Он не терпит раболепства и любит смелых и уверенных в себе людей. Им хозяин с удовольствием придет на помощь, тогда как над трусами и подлизами может жестоко подшутить. Если подношение делается не на могиле, а просто на кладбище, то оставлять подарки нужно у старого сухого дерева или на распутье. Как правило, с определением места вопросов не возникает. Царь смерти достаточно открыт и легко идет на контакт, поэтому подскажет человеку, где лучше положить дары. Необходимо просто прислушаться к интуиции. Как выглядит хозяин кладбища? Видит владыку погоста далеко не всегда. Да. Гораздо чаще взаимодействие с ним происходит на уровне ощущений, некоторые слышат его голос. Но есть такой момент – люди часто просто не узнают хозяина, поскольку он принимает не самые приметные лики. Например, он может стать кошкой, вороном, осой, мухой, муравьем, собакой. Наиболее очевидный для человека образ, в котором может воплотиться царь смерти – темный туманный сгусток. Двигающийся, независимо от направления ветра, не следует пытаться высмотреть хозяина. Если он захочет, то покажется сам. Нередко сущность дает знак или подсказку во время проведения ритуала. Например, может указать подходящую могилу, зашумит дерево, и колдующий посмотрит в ту сторону, найдя искомое. Образ хозяина кладбища опутан, пугающий тайной. Но на самом деле дух не так страшен, как может показаться. Он помогает всем людям, которые искренне обращаются к нему. Главное – не приходить на погост с пустыми руками и перед каждым обрядом угощать царя. Естественно, также необходимо уважительно относиться к покойным, не тревожи их без лишней надобности. Какие цветы можно приносить на кладбище? Изначально на кладбище всегда приносились живые цветы. Ни о каких искусственных речи не было. Ведь только свежесрезанные цветы имеют свою энергетику, свою неповторимую ауру. И именно, живые цветы приносились умершему человеку с тем, чтобы они впоследствии увяли на его могиле. Когда цветок увидал, по сути умирал, то его энергию получает тот, кому данный цветок предназначался. Цветок умирает в этом мире, чтобы появиться в мире мертвых. Данный переход цветка из мира явного, нашего с вами, в мир навный, мир мертвых, целиком и полностью повторяет движение того, кто уже покинул этот мир. Тот, кому цветок был принесен, получает от растения сразу две энергии. Энергию и жизни, и смерти. Естественно, что в мертвых цветах нет вообще никакой энергии. Они никогда не жили. Логично, что они никогда и не умрут. В том понимании, которое мы вкладываем в слово жизни, слово смерть. И тем не менее, народ, конечно же, несет на кладбище искусственные цветы. Заваливает ими могилки, тем более, что выбор сейчас широк, и стоимость цветов вполне по карману каждому. Да, так проще. Не нужно заморачиваться. Один раз принес, и такой вот букетик стоит потом целый год. Льют дожди, палит солнце, дует ветра. Но с искусственными цветами очень долго ничего не происходит. Конечно же, какие именно цветы нести, решать самому человеку. Но отличительные моменты, живых и мертвых, подарков, знать нужно. Что касается выбора самого цветка, здесь все проще. Можно принести именно те цветы, которые покойный любил при жизни, тем самым вы как бы напомните человеку, что вы все еще помните о нем в деталях и тонкостях. Если же вы не знаете, какие цветы были ему милы, принесите те, которые вам очень нравятся. И вы думаете, что данный цветок или цветы порадовали бы почившего. Традиционно на погос несут гвоздики, каллы, также несут розы или лилии. Суть не столько в том, на каком цветке остановиться, сколько на том, что в вашем букете не должно быть нераспустившихся цветков. Бутон – это символ еще не родившейся жизни. Соответственно, всегда есть риск того, в вашем роду кто-то может до срока разрешиться бременем. Будет выкидыш или ребенок родится мертвым. Если же на веточке все же есть бутончик, то их нужно специально оборвать. Не стоит пренебрегать данным правилом, чтобы потом не сожалеть о случившемся. Мужчинам, как правило, приносят гвоздики, хотя, конечно же, это не обязательно. Цветы могут быть любыми, хотя для женщины зачастую выбирают именно розы. Но, как вы помните, можно ориентироваться и на те вкусы, что были у человека при жизни. Если говорить о выборе цвета, то самым правильным будут белые цветы, особенно каллы. Ведь они символ смерти, символ расставания. Хотя здесь строгого правила нет и быть не может. Почему на кладбище приносят четное количество цветов? На самом деле все зависит от культуры. Есть страны, где покойнику приносят нечетное количество цветов. У нас же наоборот четное. Спорить о том, чья вера или миропонимание является более правильным, смысла нет. В славянской традиции было изначально заложено четное количество, ибо наши предки верили, что именно так, благодаря четным числам, проявляется законченность. Именно таким образом отражается остановка, покой. Если же вы, например, на 9 дней принесете 9 цветов, то страшного в том ничего не будет. Это лично ваше дело. Какие цветы нельзя приносить на кладбище? Все предельно просто. Те самые, что подарили вам. Например, вам на работе по случаю какого-нибудь торжества презентовали букет, а на следующий день вам нужно отправиться на кладбище, потому что у близкого вам человека годовщина. Ни в коем случае нельзя тащить подаренный вам букет с собой. Даже если у вас нет других цветов и нет денег, чтобы их купить. Этого делать нельзя, ни при каких обстоятельствах. Если вы, конечно, не хотите сократить себе жизнь на год. Кроме прочего, стоит сказать о том, что нельзя покупать цветы возле кладбища. По крайней мере, если есть возможность купить их в магазине, то лучше так и поступить. У кладбища можно приобрести именно те цветы, что полчаса назад уже успели побывать на могиле. Последствия могут быть разными, но однозначно ничего хорошего такая ситуация не сулит. Вазы для кладбищенских цветов. Ставить принесенные цветы лучше всего в вазу. При этом ваза не должна быть новой. Это тоже закон, который нужно знать. Ведь на погост ничего нового не несут. Вода в вазе должна меняться. Если у вас нет такой возможности менять ее каждый день, то лучше просто оставить цветы в вазе безо всякой воды. Умершему не по душе тот запах, что образуется, когда принесенные цветы начинают издавать, простояв несколько дней в воде, которую никто не менял. Можно ли брать на кладбище детей? Данный вопрос очень часто задают. Если есть таковая возможность, то, конечно же, детей до 10 лет на кладбище лучше не брать. Согласитесь, что погост это совсем не то место, где приятно находиться хоть сколько-нибудь. Энергии очень тяжелые. Все пропитано печалью и болью, везде траур и отсутствие жизни. И в это место попадает ребенок, жизнь которого только началась. И его энергетическая оболочка еще не успела окрепнуть настолько, чтобы противостоять всякого рода негативным сущностям. Таким, например, как лярвы. Если хотите, чтобы ребенок был здоров, чтобы у него не было испуга, то кладбище не то место, куда нужно отправляться вместе. Если же обстоятельства сложились таким образом, что ребенка все же пришлось взять с собой, то за ним стоит смотреть, чтобы он не бегал по могилам, ничего с собой, с кладбища не принес домой и так далее. Почему нельзя ходить на кладбище ночью? Данный вопрос, среди прочих, также звучит особенно часто. Да, действительно, походы на кладбище ночью не приведут ни к чему хорошему, как, впрочем, и вечером. Для посещения погоста лучше всего запланировать первую половину дня, время до обеда. Когда же полдень остался позади? Солнце постепенно начинает терять свою силу, а это значит, что находиться на кладбище человеку небезопасно. Чем ближе к вечеру, тем больше опасность. Глупо было бы думать, что на кладбище, кроме покойников, до хозяина нет больше никого. Мир мертвых населен довольно плотно. Погост – это излюбленное место для бесов, для разного рода сущностей и нежитей, которые питаются не только остатками энергетической оболочки умерших, но и всегда не прочь полакомиться теми живыми, что шастают по кладбищу. Особенно манги – одинокие путники. Такого и напугать легче, откусить от него. А потом на месте этого самого укуса образуется энергетический пробой. Это самое меньшее из зол, которое может случиться. Про ночь и вовсе говорить не приходится. Это то время, когда на охоту выходят сущности куда посерьезнее, нежели жалкие бесы. От них прячется даже вся кладбищенская нечисть. Конечно, не факт, что этих сущностей можно встретить во всякую ночь. Но уж если человек их встречает, то ноги унести удается далеко не каждому. Многие маги и ведьмы, которые имеют защиту и знают, как себя нужно вести с той или иной сущностью, и то не всегда могут противостоять им. Что же говорить об обычном человеке, который с точки зрения эзотерических знаний является невеждой? Можно ли ходить на кладбище во время месячных? Если хотите быть здоровой, то ходить на кладбище во время месячных не стоит. Закономерно возникает вопрос «почему?». Наверняка некоторые из вас и сами замечали много странностей, которые так или иначе связаны с критическими днями. Например, если в эти дни что-то пересаживать или просто садить семена, то ничего не примется и ничего не взойдет. Пересаженное растение будет болеть и в итоге пропадет. Но вероятнее всего, если в эти дни делать консервацию, то банки взорвутся, ну или по крайней мере замутнятся. И подобного рода примет огромное количество. Я не спорю, это происходит не всегда и не везде. Но в большинстве случаев это так. В дни месячных женский организм очищается от всего лишнего. Плохой энергии, дурного негативного влияния, со стороны и прочих прелестей. В эти дни женщина ослаблена и уязвима. Ослаблена настолько, что сил на сопротивление у нее очень и очень мало. И вот такая женщина или девушка приходит на погост. А дальше происходит следующее. Со всего кладбища к ней буквально слетаются, сбегаются все те, кто с удовольствием полакомится кровью. Ведь у нее рана, из которой льется кровь. Именно так данный механизм воспринимается со стороны сущностей. Не зря же во все времена, чтобы усладить, сущности их угощали запахами благовоний. Оставляли им пищу, но и конечно в исключительных случаях давали отведать крови. А тут жертва сама пришла, своими ножками. А чего же не полакомиться? Почему бы не выпить энергии? Но это еще полбеды. Весь фокус в том, что именно в период критических дней проще всего сущность может прицепиться к своей жертве. А далее все будет зависеть от того, какая именно сущность присела на вас. Порой можно с собой с погоста принести такую дрянь, что потом не будешь знать, куда кидаться и что с этим, счастливцем, делать. На этом все, дорогие друзья. Благодарю всех за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра, любви, процветания и познаний. До новых встреч.